добрый день вы на канале цветочное счастье дорогие друзья сегодня работаю с колиусами привожу их в порядок после урагана который был вчера вечером зная что будет такая погода всю горшечную посадку кроме колиусов я уношу что куда где есть место где есть хоть какое-то укрытие но меня конечно выручает очень сильная моя небольшая тепличка часть растений там и часть растений в доме пока еще ничего не выносила привожу в порядок колиусы они у меня всегда дорогие друзья остаются на улице один раз я только их заносила в дом это был май месяц когда обещали град а так все время они у меня молодцы супер возносливые супер стойки всегда их оставляю на улице и они умнички выдерживают до этого я ставила их под орех один раз но это чревато тоже последствиями потому что падают небольшие ветки могут поломать также растения и последнее время когда я знаю что будет ливень я вот так колиусы составляю вот здесь под лианой ставлю рядами плотно к друг другу и еще подставляю вот такие подставочки которые у меня после петунии остаются пустыми ну чтобы просто не заваливались вчера был просто сумасшедший ветер и сильный проливной дождь но они умнички выдержали эту непогоду но может быть там одна две веточки поломались сегодня буду производить работы с колесами вот хочу вам покажу сайт все этапы своих работ но общем все что я с ними делаю в комментариях много вопросов я решила все объединить в одно видео и вам показать некоторые колиусы требуют более такой корректировки можно сказать даже омоложения также они сегодня буду с ними работать и вам покажу какие-то миксы нужно подстричь сформировать чтобы были красивые компактные кустики и в конце видео дорогие друзья я составлю все свои колиусы в одном месте и покажу всю свою коллекцию небольшую колиусов как семенных так и вегетативных до этого я в обзорах их показывала но они у меня все стояли по разным сторонам моего горшечного дворика а сегодня можно увидеть их все вместе оставайтесь со мной на канале будет много интересной информации ну вот так дорогие друзья приступила я к работе в чем в принципе заключается моя работа с колесами осматриваю растения ну вот например как вот этот колиус визарт он немножко вот здесь вот видите веточки 1 нет она просто обломилась но я вот так так потом поставлю когда будет стоять и там отрастет несмотря на то что какой был ливень вот этот вот колес у меня абсолютно сухой настолько я их тесно поставила к друг другу так осматриваю на наличие желтых всех листиков которые просто и жили себя где-то где выбиваются вот так же вот по обрезала вот так макушечки вот и то же самое сейчас вот здесь сделаю вот чтобы сохранить вот такую ровненькую форму осматриваю также грунт если вижу что корешки наружи обязательно подсыпаю немножко грунта ну потому что когда корни наружи несмотря на то что растение полита все равно она сильно реагирует когда солнце но вы знаете что я живу в южном регионе у нас солнце ой-ой-ой какое сильное поэтому я стараюсь корешки обязательно присыпать если я их уже вижу наружи все равно в процессе грунта седает уплотняется так дальше также смотрю вот макушечка вот например как вот это вот видите вот такие плохие листики все я убираю а вот эти два молоденьких отлично пойдут в рост вот еще одна макушечка вот тоже вот она и под выгорела и плюс еще дырочки но естественно я тоже такие удаляю и как раз вот уже новые вот такие новые молоденькие побеги они пойдут в рост и кустик будет все время вот таким нарядным и привлекательным вот микс здесь у меня сорт мозаика и черный дракон но черный дракон здесь принципе только работа заключается в том что я вот удалю цветочные вот эти стрелочки вот такие цветочки ну где они вот еще вот такие маленькие их трогать не буду вот чтобы просто не нарушить вот точку роста а вот что касается миксом раморный здесь немножечко надо вот пройтись и посмотреть вот например как здесь видите выбивается вот этот побег вот я его удалю и вот два молоденьких пойдут в рост то же самое сделаю вот здесь рядом и вот здесь вот так же пройду своего рода будет и прищипочка и кустик вот примет вот такую форму тем более что обратите внимание вот он у меня как бы вот сзади немножечко повыше но так как он у меня стоит по над стенкой вот как раз мне вот тут вот вот эта высота и нужно а здесь и тем более здесь вот черный дракон он одного роста вот здесь видите с мозаика единственная макушечки я вот эти по обрезаю вот так и все и так как он у меня стоит по над стенкой мне вот здесь высота кустика нужно а передний план вот он идет чуть чуть пониже здесь я естественно сохраню эту форму просто удалю вот эти все молоденькие побеги ну вот в принципе и все хорошо точно так же просматриваю там грунт на наличие открылись корни не открылись вот удаляю все вот такие желтенькие листики принципе здесь вот как бы с этим миксом работа закончилась в плане вот этого микса это wizard и абрикосовый точно так же прошлась вот так по осмотрела где вот выбиваются и в принципе вот здесь только вот вот чуть-чуть абрикосовый вот макушечки вот так срезать вот и уже он будет практически вровень идти с визор там здесь как бы с миксом все хорошо там требовалось я подсыпала грунт под корни и так же вот еще один микс ну вот солнце выглянуло еще вот он сразу паник и не восстановился но сейчас вот а немножечко времени и он восстановится здесь точно так же осматриваю на наличие всех желтых листиков ну и соответственно смотрю где что надо удалить ну он вот такой вот ровненький со всех сторон если его обойти с ним все в порядке и все хорошо ну а сейчас покажу вам колес который прям требует очень такой кардинальной обрезочки вот над вот этим кустиком надо поработать это сорт конг скарлет я до этого в обзорах вам его неоднократно показывала он все время имеет вот такую форму ни разу не было никакой формировки но вот сейчас на этом этапе я вижу что он просто требует корректировки во-первых несмотря на то что он стоял у меня в полу тени некоторые листья под выгорели очень сильно они вот такими выглядят здесь прям вот вообще какие внутри вот уже прям желтые листики и в общем надо как бы этот кустик омолодить чтобы он в будущем еще постоял привлекательным но для этого дорогие друзья будет прям ну довольно таки жесткая обрезка сейчас я вам и и и покажу первым делом я конечно по удаляю вот эти листья которые мне изначально не нравятся которые просто уже потеряли свой цвет это можно сказать старые листья я сначала удалю их чтобы мне уже была видна картина общая картина кустика вот и что я дальше буду с ним делать вот так здесь убираю также цветочные ну скорее всего вот эту всю часть куста я буду убирать потому что здесь как бы мне вообще верх не нравится обрезаю вот так в общем сейчас я вам покажу вот эту ветку я срежу полностью вот и вот эту в общем будет такое прям конкретное омоложение сейчас если прям что-то пойдет не так если мне форма не понравится я его наверно вообще посажу в микс в общем знаете как получается я в общем сейчас убираю вот эти все боковые отростки прям как будто бы петунью режу все вот что я оставила это все убирается потому что все некрасиво все изрослось потеряла цвет ну вот сейчас даже еще пожалуй я еще вот эту боковую вот так отрежу это было ножницы взять чуть-чуть побольше вот так все вот такой кустик маленький получился но это ненадолго он сейчас отрастет и дальше в обзорах я вам покажу что получится что получится пока конечно он вот такой вот малыш как будто бы я его только посадила укорененный череночек но ничего он отрастет все что у меня сейчас получилось еще дорогие друзья вот такой очень важный момент вот этот тоже такой же сорт конг скарлетт но немножечко другого оттенка здесь точно такая будет обрезка но здесь еще вся проблема в том что обратите внимание какой он грустный но это все только по той причине что он перелит он был полит плюс еще вчерашний дождь если кому то не досталось то этот уже залит в избытке кашпо просто неподъемное его я по любому хотела так коротко обрезать вот что я сейчас и сделаю вот это все я боковые все удаляю честно говоря от перелива я уже два колюса выбросила но тогда был перелив в связи с жарой мне показалось я просто не обратила внимание я смотрю что вялые я видимо может быть даже и три раза в день полила на следующий день обратила внимание что как бы утро прохладно а колеус вялый а когда я подошла а там прям грунт был залит и все и тургор так и не восстановился и мне пришлось выбросить здесь посмотрите вот такой же он точно грустный и но макушечки вот вроде бы более менее пободрее но вы знаете что я сделаю я сейчас вытащу его из кашпо и поставлю на просыхание вот поставлю на просыхание чтобы хорошо корни просохли возможно мне и удастся сохранить вот этот цветочек в тех колюсах этот вариант не работал потому что я достала там прям корневая система почернела здесь сейчас посмотрю если такой вариант сработает но тоже может может ну имеет место быть скажем так все продолжаю дальше работу вытащила я колеус из кашпо а там прям болото несмотря на то что горшок имеет вот такое хорошее дренажное отверстие но вот сейчас я вам покажу с этой стороны вот прям видно насколько все мокрое но в общем поставлю его сейчас в тенечек на вот прям течет вот просто вот вот смотрите течет вода поставлю его на просыхание у меня так было с пеларгониями тоже от дождя они сильно были залиты я достала с кашпо поставила и в принципе с пеларгониями это сработало посмотрим как сработает с колюсами вот столько красоты вот такое нарезала вот уже вот эти все колюса у меня в порядке эти мы обрезали вместе с вами все теперь навожу порядок и дальше выставляю всю свою красоту и вам показываю почистила я перышки своим колюсом и вот так выглядит моя небольшая коллекция колюсов как вегетативных так и из семян когда я составила их все вместе вот такая яркая пестрая полянка у меня получилось особых потерь за вчерашнюю непогоду я не обнаружила ну за исключением там двух поломанных веточек но они нарастут быстро и вот одного растения которое показала что пришлось вытащить из кашпо но за этот период пока я сделала всю здесь расстановочку убрала весь мусор я поставила этот колюс в кладовку и смотрю что уже нижние листочки стали приподниматься в общем я думаю что с ним будет все в порядке и сорт не будет утеря дальше в обзорах я конечно расскажу и покажу как он себя чувствует вообще вы знаете дорогие друзья если бы позволяла бы но позволяли бы климатические условия вот в которых ну мы живем не так было бы жарко я бы конечно колюсами украсила каждый уголок в своем саду но настолько он декоративен настолько яркий и пестрый и к сожалению я ну живу в южном регионе у нас очень жарко а тем более как в этом году мне пришлось прям выбирать для колюсов особое место у себя в саду я до этого в обзорах говорила что в прошлом сезоне колюс у меня стояли на открытом солнце вот например как вот этот колюс волшебник нефрита мраморный сорт коралловый также вот микс у меня был мраморный и черный черный дракон визард абрикосовый и они прекрасно стояли на открытом солнце которое светило у меня до двух часов дня в этом году я вижу что растениям плохо и пришлось подбирать ну так же и колюсом место в саду ну что делать а хочется конечно вот такой красоты так дорогие друзья вот такое видео вам хотела снять показать свою небольшую коллекцию колюсов ну и конечно какие работы я с ними произвожу заранее благодарю вас за просмотры вы были на канале цветочное счастье не забывайте подписываться на мой канал дальше будем следить за ростом и развитием вот этой красоты на этом я с вами прощаюсь всем пока пока пока